Всем привет! С вами снова Макс. В этом уроке мы рассмотрим моргание света и разные положения для вот этого самого света. То есть включен, выключен, моргает по определенному алгоритму и моргает абсолютно случайным образом. Что ж, давайте сначала я сразу продемонстрирую вам результат нашей работы. У нас есть свет и есть игрок. Все, больше нам ничего в принципе не нужно. Сейчас у нас по умолчанию стоит положение моргает по определенному алгоритму. Вот, смотрите. Соответственно, другие положения я проверял, они работают. Показывать это будет слишком долго, но я потом покажу еще один. Итак, приступим к рассмотрению скрипта. Первым делом мы задаем локальные переменные. Первая переменная отвечает за положение. То есть какой мод, какое условие сейчас включено. Моргает, включен, выключен и так далее. То есть, как я уже раньше сказал, положение света. Далее идет задержка. Изначальная задержка. Перерыв между морганиями, так сказать. И вот init. Дилей это переменная, которая хранит в себе задержку по умолчанию. То есть, delay у нас изменяемая задержка. Задержка. Она как счетчик, как таймер работает. А init delay это как константа. То есть, 250, вот как у нас здесь вот нарисовано, она будет постоянно задержкой. И local on отвечает за включен ли фона или нет. Эти вот последние три перемены, они нужны для моргания света. В инициализации нашего скрипта мы задаем изначальное положение. Ну, в моем случае, вы можете задавать это условиями, разными дистанциями игроков и так далее. Я задал blinking. Изначальное положение. То есть, моргание света. Задержку текущую я задал 250. Это как раз быстрая задержка. Задержка задается в миллисекундах. То есть, у нас здесь даже, ну, здесь то есть четверть секунды получается. И init delay я задаю как 250, то есть, delay e по умолчанию. Чтобы не плодить цифры, просто сделали наследование переменной. И выключили свет. Для начала. Можно включить, но тогда придется чуть-чуть изменить цифры скрипта и все. Далее, в основной функции мы сделали как. Мы берем условия на положение. Можно было сделать методом switch case, но я подумал, что может быть для кого-то это будет сложно, поэтому сделал обычными условиями, вам привычными. Поэтому проверяем условия, если положение текущего света равно blinking, то есть, моргает, то выполняется вот этот блок условия. Если blinking R, то выполняется вот это условие. и вот последние две, ну, последние четыре строчки, да, если включен, то показываем свет, если выключен, тогда выключаем свет, то есть просто. Теперь разберем самый сложный алгоритм, который на моргане света заточен. первым делом мы проверяем, если таймер у нас таймер высчитывается как gTime минус gEntityTime, то есть, это в скрипте global можете попробовать найти, там это есть. Вот, если таймер игрока, ну, то есть, не игрока, а света объекта больше, чем задержка, которую мы указали, тогда мы обязаны проверить дальше, если свет выключен, то показываем переменной, что он включен и включаем его. Аналогично делаем, если свет выключен и, соответственно, делаем задержку. Данная функция работает таким образом, что он берет текущее время, которое было засечено, и плюс вот в данном случае стандартную задержку 250, которую мы здесь установили. и вот этот самый период называемый, который он считает. И видите, у нас в начале условия было, если текущий таймер, который мы получили, чем задержка в 250 миллисекунд, тогда выполняется действие. Эту строчку я закомментировал, ее можно удалить, в принципе, потому потому, что она реализована в Blinking R. Blinking R это полный рандом. Ну, относительно полный на самом деле, то есть, здесь все то же самое, как вы видите, но вот только здесь строчка поменялась в сравнении с этой. Видите, у нас поменялись только плюсовые значения. Здесь мы брали период в 250 миллисекунд, а здесь мы берем рандом от 100 миллисекунд до полторы секунды. Соответственно, можно взять больше период от единицы до полторы, но сами настраивайте, как вам будет удобно. И сейчас я вам покажу, собственно, как работает Blinking R с случайной задержкой во времени от 100 миллисекунд до полторы секунды. По сути, должен просто моргать с разной скоростью. ну вот видно сейчас было, что то быстро, то медленно. Это, конечно, такое условие было обычное от 100 до полторы тысячи, там значений много, можно устанавливать от 500 до 1000 и это будет уже интереснее смотреть. Вот. В принципе, на этом все. всем спасибо за внимание. С вами был Макс. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно. Она у вас очень там интересна, очень весела, очень хорошие ребята, аудитория приятная, очень много интересных обсуждений. Поэтому обязательно ставьте лайк и обязательно подписку. Всем спасибо за внимание.